Она вышла, у нее руки на ручниках, ноги скованы и на плечах, как рюкзак какой-то. Наручники, рюкзак и ноги связаны. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Марии в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Марии поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Марию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она готова. Она доверит. Она хочет освободиться от всего, что на нее навешано. Даю команду. На счет риск она расканирует пространство над головой Марии и под ногами. 360 градусов вокруг нее. Все семь тонких тел Марии находит все. Хорошо, Влад, сними эти наручники. Снимаю этот рюкзак. Разрезаю эти связанные ноги. Все это отправляется в отдельную клетку-тюрьму. Не арахноид. Арахноид. Гуманоид. Гуманоид. Где там демон, бес? Сейчас, подожди. Дойдем до него. Хамелеон у нее. Опасная сущность. И демон. Какой? Двенадцатый. Хорошо. Начинаем с демона. Твои наручники, рюкзак и связанные ноги? Рюкзак ее. Это не рюкзак, это груз, который она себе повесила. Добровольно или с твоей помощью? Не без моей помощи. Не без твоей помощи. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе со своими артефактами? Скажем так, нахожусь я два года. Артефакты затянул последние полгода. По рукам и ногам. Хорошо. Переходим к хамелеону. Сколько ты находишься в этом биополе, хамелеон? Четыре года. Откуда у нас гуманоид? Утта. Утта. И сколько ты находишься, гуманоид, с Утты, в этом биополе? Год и три месяца. И арахноид. Арахноид. Ты в квартире подцепился? Нет, но есть в квартире. Арахноид присутствует в квартире, но подцепился я не в квартире. Я понял. Хорошо. Сколько ты находишься сейчас в этом биополе уже? Пять с половиной лет. Пять с половиной лет. Но она должна была ощущать твое присутствие. Как она ощущала твое присутствие? Что это было? Головей и полей? Плел в голове. Нет. Плел интриги. Плел планы. Плел. Какие интриги? Дай мне пример интриг. Каких планов? Мысли, мысли, мысли. У тебя мысли негативные только могут быть. Какие именно мысли? Подозрения. Понятно. Подозрения – это настороженность, это та энергия, которую ты, в принципе, ей вплетал туда и дергал за эти ниточки. Да. Так. Хорошо. Итак, у нас арахноид, гуманоид, хамелеон и демон. Все правильно, Вера? Да. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам всем вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии. Марии спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю отдельно канал к наручникам, рюкзаку, связанные вот этим веревкам, ноги, которые были связаны. И реверсом даю весь негатив, который она получила от них. Усилив все в 50 раз. Гуманоид, что ты делаешь в этом биополе? Один год и три месяца. Конструкция у него есть. Потихоньку он откачивает туда. Энергии как таковых у нее не хватает на них, на всех. И на себя не хватает. Что он именно ворует? Он ворует энергию или он ворует частички? Он ворует частички души. Отщипывает частички души, гуманоид. Она слабая, расслойная. Очень легко. Она слабая. А ты сильная, да? Очень легко. Забрать часть души. Она потеряна. Она давала тебе это разрешение, чтобы ты заходила, воровала ее, отщипывала ее душу. Да или нет? Но такого разговора не было. Кто же так в лоб говорит, отдай твою душу? Ну, есть такие, которые заключают контракты с гуманоидной расой на получение каких-то благ и готовы пожертвовать чем угодно. Здесь все блага земные. Значит, ты зашел сюда без разрешения. Спрашиваю все, кто находится еще в доме, где живет Мария из вас, кроме арахноида? Демон пересекает порталы там. В доме. Понятно. Хамелеон и гуманоид не находятся. Нет. Хорошо, ждем окончания реверса. Демон, тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. И этот рюкзачок тоже интересует. А лярва тебя интересует? Лярва? Лярва. Интересует. Вот видишь, вот это я все могу тебе сегодня отдать, если ты будешь со мной кооперировать, то есть давать мне информацию. На сердце там камень. На сердце у нас сидел хамелеон. Хамелеон, твоя работа. Ты усиливал это все? А? Хамелеоша? Пытался он ей. Если б только питался. С первыми мыслями, с тревогами, страхами. Итак, у нас со страхами хамелеон. У нас со страхами арахноид. Демон, безусловно, не с радостью пришел. Арахноид с мыслями. Больше с мыслями, с подозрениями. А хамелеон? Хамелеон усиливает все страхи. Хорошо. Один придумает. Герость показывает он такой. Внутри. Но там уже черный камень. Понятно. Хорошо. Я с демоном пока общался. И демон, значит, мне надо разобраться в этой ситуации. Ты мне должен назвать все слабые ее места, когда придет время. И я дам отдельной командой, ты получишь то, что нам не нужно, а для тебя представляет интерес. Реверс закончился, Вера? Да. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Мария забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает. Мария себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Скэнер. Пока идет реверс, просканируй полниту души Марии на настоящий момент. 89. Где 11% гуманоид? Конструкция моей. Ты не забирал копии? Пока нет. Формирую. Может, это тебе и зачтется. Закончился реверс. Отлично. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас. Мария, на частоте гуманоида. Найди эту конструкцию. Отключи ее полностью. И вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, выведи ее из биополя и отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У меня такое ощущение, что внутри все силы, которые в ней были, скопились в эту конструкцию, как перекачались туда. Сейчас все заберем. Она сама как потерянная осталась. Вполне возможно. Вышла конструкция. Хорошо. Отправляю конструкцию в клетку-тюрьму и выстраиваю прямой канал к этой конструкции от Марии. И она реверсом отдает весь негатив. Все патогены низкоэбрационные, находящиеся в ее биополе. И все, что она получила от этой конструкции, мощным потоком пошло назад. Пошел процесс. У нее эмоциональные эмоции идут. Она плачет, у нее все возвращается. Как истерики. Здесь все собрались, те, которые ответственны за слезы. Если вот так вот по большому счету. Эти истерические состояния разрушили ее полностью. Она расшатана изнутри. Хорошо. Сейчас мы это все уберем. Она будет знать причины, почему она расшатанная. Обычно человек, когда не знает, о чем идет речь. И почему с ним это случается. Он действует соответствующе. Когда он об этом знает, он знает автоматически, как этого избежать. Не допускать падения своих энергий и вибраций до этих низких уровней. Соответственно, контроль эмоциональных энергий. Хорошо. Вернулась все, Вера, в конструкцию. Посмотри. Или еще идет. Хорошо. Устанали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса. Мария забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. И такие картинки идут. Из этого возвращаются. Да. Естественно, возвращаются частицы души. И она таким объемным потоком, я бы сказала, наполняет ее. И ей как радость какая-то информация идет. Ее показывают с мужем. Они должны взяться за руки и посмотреть в глаза друг к другу. Вот это они и перекрывали, чтобы этой возможности не было. Потому что, когда человек переходит на крик и истерики души, они как стирают память и они расходятся. Разъединяются. Он показывает, как вот они проснулись друг к другу и разошлись в разные стороны. Понятно. Вместо того, чтобы решить эту проблему. Им нужно взяться за руки, посмотреть в глаза друг к другу, обняться обязательно, почувствовать это тепло. И понять, что для чего-то все это было нужно. Оба совершили ошибку, простить друг друга и дальше идти. Иначе они нигде не найдут радости. Только вместе они могут ее создать. Вот это к ней вернулось сейчас все. Итак, мы все вытащили. Все, что скэнер, полнота души. Мария, на настоящий момент? Сто процентов. Сто процентов. Отлично. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Все, что оставили. Арахноид. Начинаем с тебя. Выходи. Вытаскивай всю свою паутину, иголки. Все, что ты оставил в ее биополе. Жидкость. Чтоб следа твоего там не было. У него голова, затылок, плечи. Вот это давление на шею, на плечи, на голову. Это все арахноид. И он довольно большой. Волосы плетены у него. Он дергал ее за эти сплетения, чтобы у нее в голове как волны. Вот эти подозрения появлялись. Ревность. Куманой, у меня такое огромное желание тебе сейчас бросить в клетку шары. Это арахноид. Арахноид, шар энергии от мана, чтобы он тебя проутюжил слегка. Или уменьшит тебя в несколько раз. На каком основании ты пять лет, пять с половиной лет воздействовал на нее таким массивным воздействием, а? Так удобно ему было. Он все забрал, в угол забился. Правильно делай, пусть там и сидит. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось? Посмотри. Не осталась конструкция, только было. Сняли ее, вывели. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, все, что я оставил в этом биополе. Всю свою жидкость, ничего не забывая, возвращайся назад. Ну, все снял. Хорошо, демон, где находится лярвовый биополе Марии? Камень на груди, я же говорю. Камень на груди, понятно. Больше нет нигде, да? Нет. Хорошо, выходи сначала, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. Или что-то есть. И на месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Нет, у него были только наручники и оковы. Хорошо, разрешайте забрать эту лярву. Забирай и возвращайся назад. Камень это чувство вины. Хорошо, забирай это чувство, оно ей не нужно. Он забрал и просит рюкзак. Он говорит, что информация у него есть за это. Поделится. Хорошо, мне еще надо проверить, в рюкзаке что-то осталось. Мы все забрали с рюкзака, Вера? Это ее груз. Это эмоциональный груз, который она тащит на себя. Отдаю тебе этот рюкзак. Он перемещается в твою клетку. Слушаю. Камнями эмоций наполненном. Вкусно демону. Дай насладиться. Сейчас расскажу. Карма у них с мужем с прошлой жизни тянется. Это я сразу понял. Да и мы поняли. Больше ничего не скажу. Че, вот это все? Я это мог бы в ленте времени посмотреть. О их взаимоотношениях. Ну и что там было в той жизни? Откуда я знаю? Ты не знаешь просто или ты не хочешь говорить? Я не рассматривал. Знаю, что карма. Вместе они раньше были. Хорошо. Пройдут и дальше вместе будут. А нет, будут всю жизнь жалеть. Если не пройдут, расстанутся. Хуже будет. В конце жизни все равно вместе будут. Сожалеть будут. А жизнь пройдет. Лучшие годы. Сожалеть будут. Что не смогли перешагнуть. А перешагнут еще сильнее станут друг с другом. Закончилась рассинхронизация. Хорошо. Переходим тогда к следующему этапу. Включая внутренний белый свет Марии. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоэберационные, чужеродные, остаточные энергии. На частотах интерферентов и их подключек. Один, два, три. Свет пошел. Энергия выходит. Формируется перед ней в шар. Небольшое уши. Под ним, откроя воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печат и растворяя. Выходит эмоциональный фантом Марии. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы. Рибрационная ересь генерирована. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Здесь, конечно, все, что ты зачитал, все это вышло. При этом это все еле дышит. Очень как истерические такие у нее, как всхлипы. Ну, само уничтожение уже энергии идет. Я понимаю, да, хорошо. Я хотел спросить демона о первопричинах, но во время зачтения этих всех частот я уже сам понял, что там все, что я перечислял. Хорошо. Мария, эти энергии вы сами сгенерируете. Здесь вам никто уже не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Сворачивайте энергии в шар. Забираешь демон? Конечно, забираю. Отправляю демона. Он тебя как праздник. На одной ноге крутится. Праздник сегодня целый. Копыта. Понятно, на копыте, да. Скажи мне, ты в квартире, кто там еще есть? Бес или черт? Бес есть, в нем сидит. А, в нем сидит. Хорошо, он у нас будет следующий. Я сегодня буду собирать негатив в доме. Ты желаешь получить этот негатив? Желаю. Значит, тогда покажешь. После того, как я тебя отправлю в дом, соберешь все, что ты там раскидал. Я приду, проверю. После этого ты мне покажешь порталы в доме, я их закрою. И после этого я соберу весь негатив. Ты хочешь его делить с бесом или не хочешь? Поделю. Хорошо. И так много мне сегодня досталось. Поделю. Ну, хозяин барин. Хорошо. Хорошо. Значит, тогда я сейчас открываю два портала. В один портал уйдет в дом. В один портал уйдет демон. Во второй портал уйдет арахноид. Собираете все, что оставили. Дальше, как я объявил, проверю и отпущу на вашу чистоту. С демоном как договорились. Открывается два портала в дом Марии. Один, два, три. В один уходит демон. Во второй портал уходит арахноид. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Арахноид. Ты больше... Арахноид. Хамелеон, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Он показывает, он вот передними лавами, как будто скребет. Как на душе скребет. Итак, он понял, что я ему сказал или нет? Понял. Хорошо, Хамелеон. Если я тебя второй раз увижу в этом биополе, ты об этом крупно пожалеешь. Открывается портал наверху. На частоте Хамелеона, один, два, три. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Гуманоид Ута, один и три года, сидел. Конструкция находится в клетке. Забрали 11% души. Не успел еще переправить. Все вернули назад. Ловец душ. Забираем, конечно. Ловец душ, конечно. Души возвращать надо. Так и есть. Конструкцию уничтожить. Под конструкцию открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Вместе в этот портал уходят и наручники, и все, чем были связаны ноги. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Клетка пустая. Да. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько нужно энергии Марии, и какая частота вибрации. Она говорит, а самое главное, я поняла, что взять ответственность и нести груз. Это две разные вещи. Ответственность, она идет изнутри, а груз, он сверху мешает и отвлекает. Это верно. Так и есть. 380 и 25. На счет 3 макушку головы Марии начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков, по 380% каждый один, два, три, потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые ей цвета, начинает поступать, мощность потоков усиливается. Чистота вибраций поднимается до 25 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. У меня ангельская душа, ярко выраженная. Она давно это показала, и этот стержень очень видно. Готово. Хорошо, идем дальше. Переходим к защите. Создаем защитную оболочку. Подсоединяем тонкую копию Марии к источнику полимеркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Готово. Хорошо, Мария. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я спокойно чувствую, уверенно. И еще я чувствую себя полной, целой. У нас ее куратор в комнате. Женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первой данной вилле. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратором, друга, Марии, в нашей комнате диагностики. Представьтесь, как к вам обращаться. Дорогие мои ангелы, моему счастью нет предела. Зовите меня Анита. Приветствуем вас, уважаемая Анита. Я хочу поблагодарить, что душа вернулась и соединилась. И хочу напомнить, что твой стержень, он только твой. Он сильный. Это ангельские энергии. Береги его. И знай, что ты не одна. Я слышу тебя. И я всегда рядом. Благодарим вас, уважаемая Анита, за эти теплые слова. Мы очень рады приветствовать вас в нашей комнате диагностики. Думаю, если Мария на определенном этапе жизни захочет чуть больше с вами пообщаться, она может обратиться к нам. И мы зададим вам 10 вопросов по ее желанию. Я лишь хочу сказать, что твои энергии нужны в первую очередь тебе самой. Когда тебе негде брать энергии, помни, что у тебя есть твой ангельский стержень, который несет ангельские энергии, который несет твою суть, и ты можешь заряжаться от него. Твои энергии нужны всем, кто рядом тебя, твоему дому, твоей семье, твоим детям. От твоей гармонии зависит качество вашей жизни. Качество жизни. Благодарим вас, Анита. И я благодарю вас. Не смею больше задерживать. Одну секундочку. Поскольку вы уже здесь, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемой Аниты, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок. Знак благодарности за ее приход сегодня, за то, что она передала сообщение своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Ох, какой приятный набор. Чудесный аромат. И я уверена, великолепный вкус. Безусловно. Буду рада унести это с собой в знак памяти о нашей встрече. Благодарю вас еще раз. Благодарю вас, Анита. Мы говорим, до скорых встреч. Мы не прощаемся. Всего вам наилучшего. Еще увидимся. Мария, разбравь свои крылья и не забывай про них. До скорых встреч. До скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Мария, вас посетил сейчас ваш куратор, ваш друг, Анита, с ангельского уровня. Не запланировано, но поздравить вас с освобождением. Как вы себя чувствуете? Уравновешенно и спокойно. И это радует меня. У меня давно не было такого чувства. Мой стержень цел. Пока я еще не совсем его прочувствовала, но я уверена, это придет. Заправляйтесь энергиями, как мы показали в этом сеансе. У нас есть очень много обучающих видео. Как выставляете Меркабу, защищая себя, сбрасывайте обязательно любой негатив, который в течение дня насобирается, в конце дня. Мы тоже показали, как это все выдавливается в шар и сбрасывается в галактическое ядро, потом ядро закрывается. Наш администратор Ольга перешлет вам после этого сеанса рекомендации, как дальше работать и заправлять себя энергией. Огромная благодарность. Во благо. Редактор субтитров А.Семкин